И справи стопы нашей геланью заповеди твоих, молитвами при чистой своей матери всех святых твоих. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос истинный Бог наш, молитвами при чистой своей матери всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сегодняшняя Евангелие от Марка, последняя глава. Мы слышали, как ученики не верили, что учитель их воскрес. Одни говорят, мы видели, не верят. Другие, да мы с ним встречались, а на пути все равно не верят. И вот эта беседа называется «Вера и знания». Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Другой перевод этого места священного писания, епископа Кассиана, говорится так. Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся, и подтверждение того, чего мы не видим. В общеходном понимании вера противопоставляется знанию. Незнание чего-то, невозможность логически что-то объяснить. Человек может восполнить верой. Если человек говорит о вере, чтобы подчеркнуть, что он точно не знает, но предполагает, то в таком случае не идет речь о новозаветном понимании веры. Новозаветная вера включает в себя знания и познания. Вера отличается от знания не недостатком уверенности, но способом, которым человек приходит к убеждению, познанию Бога. Когда что-то неизвестно и сомнительно, тогда в Писании идет речь не о вере, но о неверии или недоверии. Например, недоверие словам Христа – признак неверия. И это неверие не от недостатка знания, ведь люди видели множество исцелений, совершенных Христом, и даже воскрешение мертвых. А от недоверия Христу – ожесточение сердца и духовной слепоты. Доверие Богу таким образом не иррационально, а сверхиррационально. Оно не основано на принудительных доказательствах, но тем не менее имеет убедительную основу. Для этого доверие в Библии используется слово «вера» как твердость в том, на что человек надеется, уверенность в том, чего человек не видит. Более того, верой человек познает видимое и невидимое. Хотя вера направлена на невидимое, это не означает, что она исключительно субъективна, чистое воображение. Вера – это выражение твердого убеждения, потому что она основана на Слове Божьем. Вера также направлена на будущее, потому что связана с обещаниями Бога. Эту направленность на будущее апостол Павел обозначает как надежду. Вера и надежда идут рука об руку. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении послание к Кремлянам, 8 глава, 24-25 стих. Когда апостол Павел и каждый верующий говорит, что Бог воскресил из мертвых Господа Иисуса Христа ради нас, послание к Кремлянам, 10 глава, и 1 Коринфянам, 15, то речь идет при этом не о теоретическом знании Бога, но о вере, то есть доверии Ему. Христианская вера – дело предельной уверенности. К вере во Христа человек приходит не опытным путем или через доказательства, но исключительно через обращение Бога к человеку посредством Евангелия и приобщение к его любви. Другими словами, можно сказать, через сердечное познание Бога и встречу с Ним. В качестве антонима слову «верить» в Новом Завете используется глагол «видеть». Например, 2 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Речь в данном случае идет о телесном видении на основе Евангелия. Мы твердо верим, что Бог пришел в этот мир из-за своей любви к нам. И эту уверенность мы называем надеждой, потому что она пока для глаз не очевидна. Таким образом, мы по-настоящему верим, если твердо знаем, на чем основываем нашу жизнь. Вера – это своего рода уверенность, которая является главным признаком, основанной на Христе надежде. В Евангелии от Иоанна, 9 глава, с 1 по 41 стих. В рассказе об исцелении слепого рожденного мы наблюдаем как раз тот случай, когда знание не ведет к правде. В этом сюжете 11 раз используется глагол «знать». И даже видение очевидного исцеления слепого от рождения человека не только не ведет к правде, но отрицает очевидное, утверждаясь в ложном знании. Это знание, несоответствующее очевидной правде, рождается не от доказательства, а от нежелания признать очевидное от закрытости и жестокости сердца. Признание является неотъемлемым компонентом истинной веры. Вполне естественно, что человек хочет точнее знать о Боге и его путях. Желание увидеть славу Божию выразил однажды Богу пророк Моисей. На эту просьбу он получил ответ «Лица моего не можно тебя увидеть, потому что человек не может видеть меня и остаться в живых». Исход 33.20 Бог укрывает Моисея в расщелине и скалы и защищает его своей рукою. «Когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо». Исход 33.23 То есть, хотя человек может бесконечно познавать Бога, но Богопознание в этом мире ограничено нашими возможностями. Следует отметить, что недостаток веры человек может восполнить ложной уверенностью и превозношением. Также, когда у человека недостает любви, она может восполняться чрезмерной заботы или зависимости. Как для по-настоящему любящего вполне естественным является свобода и счастье любимого, так и для настоящей веры уверенность является вполне естественной. Ее не надо искусственно преувеличивать. Ложная уверенность является проявлением особенности человеческой психики, приводящей к недоразумению, при котором мы не уверены в своей принадлежности Богу, а поэтому боимся Его. Из своих страхов и сомнений люди создают множество правил и предостережений, чем возвращают себя обратно к ветхой жизни по закону. Разница между исселяющей верой и фальшивой уверенностью лежит не в знании, но в своем основании. Наша надежда основится не на том, что мы поняли и достигли Христа, но что Он достиг нас, филиппийцам 3.12. Так что мы можем со своей стороны за Него держаться. Когда нас настигает сомнение, то это сомнение как раз в том, что Христос достиг нас. Послание к Римлянам 14.4, 1 Коринфянам 1.4.9, 1 Петра 1.3.5, Иоанна 10.28.30. Таким образом, подлинная уверенность не выражение самоуверенности, но следствие нашей уверенности во Христе. И наоборот, наша неуверенность во Христе может рождать самоуверенность. На место христоцентричности приходит сосредоточение на своей самости и эксцентричности. Вполне естественно, что доверие Богу рождает желание верности Ему. Однако, свою уверенность в жизни, в жизни вечной, мы не можем основывать на своей верности, но исключительно на верности Бога. 2 Коринфянам 3.4. Поскольку Он верен нам даже тогда, когда мы Ему не верны. 1 Коринфянам 1.13. Они все, Господь.